Привет, друзья! С вами снова программа «Пить здорово». Мы рассказываем правду о питьевой воде и развенчиваем мифы, которые с ней связаны. Сегодня у нас необычная программа. Мы находимся на чайном фестивале, который проходит в российско-китайском бизнес-центре на территории большого ресторана Цинь, самого большого китайского ресторана в Европе. Мы беседуем с Денисом Шумаковым, идейным вдохновителем и главным судьей соревнований чайного чемпионата Тимастерскап, который проводится не только в России, но еще примерно в 20 странах мира. Денис, здравствуйте! Добрый день! Мы здесь, на этом фестивале, находимся уже не первый день. Посмотрели на разных людей, на их отношения к чаю. В связи с этим первый вопрос. Денис, а что такое чай для вас? Для меня чай – это хобби, которое однажды стало любимой работой. Давно ли вы им увлеклись? Как хобби лет 25. Работой занимаюсь лет 10-15, смотря как считать. И в чем сейчас заключается эта работа? Ну, наверное, если в общих чертах, то основная моя работа состоит в том, чтобы популяризировать чай. Чтобы люди пили его больше, пили лучше и чтобы получали от этого больше удовольствия. Для нас, для простых людей, чай – это вода и заварка. Вы, наверное, все понимаете в заварке. Нам, как нам кажется, мы кое-что понимаем в воде. Какой из точки зрения вас, как профессионала, должна быть вода в чае? Для меня очень важно, чтобы она была стабильной. То есть, когда меня спрашивают о качестве воды, а спрашивают достаточно часто, потому что всё-таки, даже если просто посмотреть на чай, это прежде всего напиток, и большей частью он состоит из воды, поэтому вопрос о качестве воды возникает регулярно. Самое важное качество чайной воды – это её стабильность. С детства мы знаем, что вода – это жидкость без цвета, без вкуса, без запаха по своим физическим свойствам. Такая ли вода для вас является стабильной? Мы с детства об этом знаем, но в реальной жизни воду без цвета, без вкуса и запаха практически никогда не встречаем. А нужно ли её встретить? Да, да, да. Вода содержит разные самые примеси, нормальная как бы питьевая вода, и в этом смысле совсем выхолощивать её, конечно, для чая смысла нет. Если мы говорим о стабильности воды, то очень важно, вернее, очень просто продемонстрировать эту стабильность на примере. Вот, например, передо мной стоит задача продегустировать 10 чаёв и как-то сравнить их. Либо описать, либо сказать, какой из них формально лучше, какой хуже. Самый главный критерий, он состоит в том, что все 10 чаёв я должен заварить на воде одинакового качества. Это может быть качество получше, похуже. Она мне может нравиться, например, меньше или больше. Я, может быть, даже для питья просто так, выберу другую воду. Но, когда я использую воду для заваривания чая, мне важно, чтобы все 10 чаёв были заварены в одинаковой воде, потому что только тогда я их смогу адекватно сравнить между собой. Вода может меняться. Из-под крана потекла другая. Я купил маленькую партию воды в магазине, пошёл, а она в магазине кончилась, и всё, вся моя работа на смарку. А мне нужно, чтобы вода была одного качества. Как этого можно добиться? Вот вы как этого добиваете? У меня дома фильтр стоит. У меня хорошая вода течёт из водопровода, и она ещё дополнительно фильтруется, и я всё время пью одинаковую воду. Завариваю чай на одинаковой воде. Пью разную, потому что мне надо поддерживать кругозор. Денис, судя по тем предметам, которые я вижу перед нами, мы выпьем чаю, но я не вижу ни чайника, ни даже чая, хотя, скорее всего, догадываюсь, что это именно он. Да, чай здесь есть. Это хороший китайский чай. Я отобрал его у участников, как практически всё здесь. Посуду тоже отобрал у участников. Здесь чемпионат сейчас, поэтому, как это, чайника ноги кормят. Но сифон я привёз с собой. На самом деле, чайник совсем не обязательно для того, чтобы заварить чай. Хорошо заварить чай можно и в гранёном стакане, но так как мы занимаемся популяризацией, нам очень важно, чтобы чай заваривался как-то зрелищно. Красиво, чтобы был элемент шоу в этом. Да, поэтому мы сейчас вот этот вот отобранный у участников чай заварим. Передайте мне, пожалуйста, кувшин с водичкой, Иван. Благодарю вас. И мы будем заваривать его как раз с использованием вот этого замечательного прибора, который называется чайный сифон. И будет развлекать нас разными, не менее специальными эффектами. Ну и потом мы попробуем всё, что получилось. Но, может, тогда пару слов о самом чае, что это за чай и почему именно его вы отобрали у участников? Этот дзиньзюньме – это очень хороший китайский чёрный чай, очень нежненький, ароматный, с большим количеством ворса. Но мне его предложили, я сразу его взял, потому что такой чай просто так редко предлагают. Ворс в чае – это хорошо? Ну, если это ворс, который остался с почек чайных листочков, это не просто хорошо, это очень хорошо. Дело в том, что у чая, точно так же, как у яблонь, у винограда, у него есть сорта. То есть сорта не готового продукта, а сорта чайного дерева. То есть они иногда имеют причудливые названия. И эти сорта друг от друга отличаются, в том числе и внешне. Например, есть сорта, у которых на листе больше вот этих ворсинок, есть у которых меньше. Ну и обычно разные стадии созревания чайного листа, они сопровождаются разным, ну употребим уж это слово, оволосением. То есть вот почки, они обычно более такие ворсистые, волосатые, а здоровые листья меньше. Ну здоровые, в смысле взрослые, большие. Как правило, всё-таки, это тоже не стопроцентное правило, но чем более почечный чай, тем он лучше. А так как ворсинки на почках, а почки в хорошем чае, получается, что ворсинки чаще всего являются признаком как минимум неплохого чая. Это один из первых маркеров. Вот вы открываете банку с чаем, а там такая ворсистая пыль полетела. Если это не пыль от мешка, значит, а если это ворсинки, это хороший признак. Почему вода греется внизу, а чай лежит наверху? Снизу вода нагревается, и вот здесь образуется такая паровая прослойка. Этого пара становится больше, он сильнее давит на воду и выталкивает воду. Выталкивает наверх? Да, выталкивает наверх. И там чай заваривается в бурлящей воде. Не в кипящей, а в бурлящей. Это очень классно. И красиво, и вкусно. Сейчас мы сделаем увлекательный процесс. Дело в том, что эта вода, она просто опустится вниз. Зачем вы вообще гладите колбу кисточкой? От этого она быстрее охлаждается. И чем быстрее охлаждается нижняя колба, тем эффектнее вот этот шик. Ну, во-вторых, понимаете, я же популяризатор, я должен совершать загадочные действия. Любое загадочное действие, оно добавляет мне очков как специалисту. Потому что становится понятно, не просто так сюда пришел ты. Сейчас мы его разольем по чашкам и попробуем. Но на самом деле его можно даже изначально немножко понюхать вот отсюда. Медом пахнет, чувствуешь? Пахнет медом, действительно пахнет. Мед такой цветочный аромат, очень классный, очень вкусный. Ну и все, а дальше мы его разливаем по чашкам и пьем. Можно сделать это прямо и скоро. Все на чемпионате почему-то называют вот это вот, они называют чашкой. Но они вынуждены пить по 10 литров чая в день, поэтому... Не торопись, пожалуйста, он после сифона сразу очень горячий. Но зато ты можешь, как это, поработать у настоящего чайного дегустатора. Сальная дегустаторская ложка, а дальше делается вот так. Да, стучать обязательно. Хорошо. Все, и вот так. Вот так прям, и звук обязательно. Звук, звук это очень... Это ради звука или это ради процесса? Аэрация происходит. А то есть не звук ради звука, а еще? Да, звук это как признак того, что все делается правильно. Бедные наши зрители, простите, пожалуйста. Слишком старался звук сделать. Ну вот на самом деле, если бы я описывал этот чай с бухты-барахты, не зная все его подноготные, я бы в первую очередь выделил его вот этот очень яркий аромат, такой с цветочными медовыми нотами и мягкий вкус. То есть у этого чая, безусловно, доминирует аромат. Ну нет ощущения крепости, как мы пьем, например, простите за упоминание, тот железнодорожный знаменитый чай, в котором, хотя и крепости и там нет, там, наверное, вода как раз-таки в первую очередь чувствуется. Вот это вот такая совершенно... Я его помню хорошо, давно не пил, иногда даже как-то ностальгия накатывает, но помню. Но на самом деле там, конечно, с водой были проблемы, потому что титан вот этот с многократным циклом кипячения воды, воду, ну как бы, он весь уже покрыт этой известью, и вода оттуда выходила, конечно, слишком жесткая, поэтому догадливые проводники компенсировали эту жесткость... Содой, говорят. Да, да, которая увеличила экстрактивность чая, и, в принципе, на небольшом расходе заварки можно было напоить весь вагон. То есть чай там все-таки был? Чай был, да. Просто он, на самом деле, знаете, как бы, низкая экстрактивность чая, это вообще традиционная проблема историческая. Сейчас с этим потребители сталкиваются крайне редко, а даже в таких знаменитых книгах, как вот у Малаховец в советах молодой хозяйки, довольно четко можно найти информацию о том, что в чайник имеет смысл кусочек сахара добавить. Тоже для того, чтобы повысить экстрактивность. Экстрактивность. Да, это вполне такая, ну как бы, распространенная практика. Денис, а можно еще пару слов о самом чемпионате, что это за мероприятие, какие масштабы оно имеет в этом году? Конечно можно. Вот сейчас у нас проходит отборочный турнир по Санкт-Петербургу. У него будет как минимум четыре победителя. Значит, эти четыре победителя в марте будут в Москве соревноваться с победителями из других регионов России. В тех самых четырех категориях. Да, в тех самых четырех категориях. Приготовление, композиция, миксология и дегустация. Значит, победители российского турнира где-то, наверное, осенью поедут куда-нибудь, мы еще не знаем куда, в хорошую красивую чайную страну и будут соревноваться с победителями таких же турниров в других странах. То есть там будут люди... По всему миру? Да, по всему миру. То есть турниры проходят по всему миру сейчас. Мы пришли с одного из этапов конкурса, этапов конкурсной программы, этапа миксологии. Можете о нем пару слов рассказать? Это конкурс, в котором люди готовят чаи, вернее, коктейли на основе чая. То есть они просто заваривают чай или настаивают его в холодной воде, или там сделают взвесь из чая и добавляют туда всякую всячую. Начиная от соков и сиропов и заканчивая, возможно, алкогольным. Вы их не ограничиваете в том, что они добавляют вам в чай? На разных турнирах бывает, мы вводим какие-то ограничения. Например, если турнир проходит в исламской стране, то мы, естественно, ограничиваем людей, никакого алкоголя. Но здесь нет, ограничений не было. Люди могли использовать все, что угодно. Было ли в вашей карьере когда-нибудь такое, что вам приготовили чай, и вы отказались его пробовать? Мне нельзя. Я судья. Эксперты пьют все. Наконец-то мы нашли для вас смертельную опасность в вашей работе, Денис Александрович, которую вы так хотели найти. На самом деле, кстати, если возвращаться к воде, знаете, как в классических коктейлях используются некоторые спиртные напитки, названия которых мы, наверное, не можем произносить. Они ценятся за то, что у них нет своего выраженного вкуса. То есть они дают просто алкогольную компоненту. Как это ни странно, в чае для коктейлей ситуация с водой примерно такая же. Нужно, чтобы вода была нейтральной, чтобы она проявляла только вкус чая. Тогда этот чай в коктейле сработает более предсказуемо. А это очень важно. Коктейль – это технологическая штука, предсказуемость – один из основных критериев оценки. Поэтому участники конкурса соревновались в двух номинациях. Использовали и воду, которую предоставляли организаторы, и ту воду, которую, если они считали нужным, приносили с собой. То есть мы фактически проверяем способность участников работать с импровизированным инвентарем и ингредиентами, и с заранее приготовленными, включая воду. Если вы хотите посмотреть на чаепитие, на приготовление, на подачу чая действительно очень высокого уровня, приезжайте в Москву 13-15 марта, там будет проходить российский национальный финал Team Masters Cup. Это один из самых сильных по составу участников и по уровню проведения турниров в мире. И посмотреть там будет действительно на что. Ну что ж, Денис, спасибо большое за очень интересную, очень познавательную беседу и за такой вкусный чай. Друзья, любите чай, заваривайте его только на чистой воде, и помните, что пить здорово! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!